Аншлаг, оглушительные аплодисменты и восторженные браво. В Алматы состоялась долгожданная премьера балета Гудула «Мать Эсмиральды». Идейный вдохновитель именитой постановки – всемирно известный балетмейстер Булата Юханов. Накануне он отметил свой 83-й день рождения. Оригинальная хореография была поставлена в Театре оперы и балета имени Абая под музыку одного из самых плодовитых композиторов Цезаря Пуни. Все роли исполнили ведущие казахстанские солисты. О драме со счастливым концом на сцене и за ее кулисами материал Айданы Нураш. Мэтр мирового балета Булата Юханов открыл зрителям еще один шедевр искусства танца и классической музыки. На сцене любимого натоба – белый вальс, через который передаются свобода и легкость души. Особая атмосфера до начала постановки царила и за кулисами. Артисты хоть и волновались, но предстали пред своим зрителям во всей красе. Красная роза за ухом, искусные па и чувственность отличают главную героиню балетной постановки «Гуду ломать Эсмеральды». Роковую красавицу-цыганку играет ведущая солистка театра танца Айнур Мукашева. Кокетство и женские уловки – характер своего персонажа она оттачивала больше полугода. Несмотря на улыбку, нисходящую с лица героини, глубоко в душе Эсмеральды таится боль. Как она умеет любить, страдать. И, конечно же, она хочет рассказать, как она встретилась со своей матерью. Это долгая разлука того, что она не видела свою мать, не знала именно материнской любви. За основу постановки был взят сюжет романа Виктора Гюго «Собор парижской богоматери». Впервые балет поставил ярчайший французский хореограф Жюль Перро в середине 19 века. Но на этот раз у эмоциональной и проникновенной драмы совсем иной финал. Чисто казахстанская интерпретация Булата Аюханова. Самого Булата Аюханова на премьере не было. Мэтр сейчас получается на торное лечение. Однако преданный творчеству коллектив театра танца блестяще справился с задачей. Я думаю, что мы сегодня своим успешным, надеюсь, выступлением, конечно, порадуем его. И это будет определенный такой подарок, что мы воплотили его идеи, его мысли, то, что он хотел видеть. Показали алматинским театралам и постановку Аида Сюита, премьера которой состоялась на сцене театра оперы и балета имени Абая этим летом. Жрецы, военачальники, пленные эфиопы, превосходные декорации перемещают зрителя в Древний Египет. Всех, кто хочет окунуться в этот удивительный мир, в театре ждут с распростертыми объятиями.